Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях Александр Васькин. Мы гуляем по Москве. Александр Васькин – писатель, историк Москвы. Мы гуляем по Москве. Лаврушинский переулок – дом писателей. Какие судьбы, какие страсти, какие мысли рождают и воспоминания рождает этот дом. Напоминает о многом. Мы вспомнили Каверина, его прекрасную книгу, которая называется «Эпилог». Много есть о чём подумать. Мы говорили о страхе, который 30-е, 40-е, уже близки 50-е годы. А страх… Страх, страх. Страх никуда не ушёл. И вот Каверин всё разбирает подробно, как под микроскопом, понимаете. Откуда берётся всё это? Откуда? Почему люди боялись? Каверин – это очень смелый человек. Ну, что значит смелый? Очень достойный. Очень достойный. Что значит смелый по отношению к нему? Это не говорит о том, что он выходил на Красную площадь с плакатом. А то, что он уже отказывался подписывать письма или, наоборот, подписывал другие письма. Против реабилитации Сталина было известно письмо. Это придаёт, конечно, ему… Ну, уважение. В наших глазах, да. И не замешивал ни в каких грязных делах. Безусловно. И поэтому он не стал героем социалистического труда, я хочу сказать. Потому что он был такой несвой, он был для них. Ну, как говорил Каверин, и не очень-то хотелось. Нужно ему это, да. И не нужно, потому что те, кто стал, мы их, знаете, не знаем. Так вот, что касается Сурова. Он каждый… Вот 49-й год, да, жуткие наступают такие времена, потому что понятно, против кого направлена эта кампания. Причём уже до такой степени, что люди боятся. Ну, потом началось дело врачей, к врачам стали бояться ходить. Это всё было. Суров каждый день заезжал в ГИТИС, где преподавали его враги-космополиты, критики. Он забирался на кафедру, он уже был в похмелье в таком. И, как рассказывала одна из студенток, ставшая большим театральным критиком впоследствии, хрипло выкрикивал угрюмо молчавшей студенческой толпе. «Я с омерзением ложу руки на эту кафедру, с которой вам читали лекции «Презренные космополиты».» Вот так он ложил руки. Да-да. Я им говорю, не ложь, а она ложит. Но была ещё одна у него история. Какой интересный человек. Интересный, он был дважды лауреат Сталинской премии. Этот человек считался корифеем советской драматургии. Его пьесы не сходили, я ещё раз говорю, с театральных подмосток. Он был ещё и плагиатором. Он одну из своих пьес отобрал у подчинённого, когда он работал в «Комсомольской правде», присвоил просто имя. А вот с другой премией вышла забавная история. Юрий Нагибин пишет. Дело в том, что он заставил Суров работать на себя так называемых литературных негров. Каким образом это происходило? Был такой критик и драматург Варшавский. Варшавский и был его негром. И вот идёт собрание, понятно, что Сталин умер уже, обвиняют Сурова в плагиате. И он говорит, вы мне завидуете просто, космополиты. Тогда Варшавский говорит, ну хорошо, откуда фамилии персонажей вашей пьесы, где вы их взяли? Оттуда же, откуда я беру всё? Из головы и сердца, отвечает Суров. Нет, сказал Варшавский, это список жильцов моей коммунальной квартиры. Он вывешен на двери и указывает, кому сколько раз надо звонить. И так он доказал, что он и был автором этой пьесы, которую Суров и писать не мог. И получил за неё ещё Сталинскую премию. Ну, он пил здорово. Нагибин вот пишет, что он спился и умер. Я не знаю, вот я в своей книге пишу, я не знаю, сколько он пил, но здоровьем, видимо, мог похвастаться отменным. Ибо усоп, он в 87-м году прожив 77 лет, даже больше, чем космополиты его любимые. Его восстановили в Союзе писателей. То есть, всё наладилось более... Да, потому что его исключили после этого дела. На Кунцовском кладбище он упокоился. И там же вот его сосед Бубинов. Который, Вилка-то. Да, автор романа «Белая берёза». В общем, все они, в общем, неплохо... Жили-то. Неплохо. Конечно, Суров требовал привлечь Бубинова к уколовной ответственности. Ну, как-то, согласитесь, аж между ними, между идеологически правильными... И, можно сказать, с мысленниками такое произошло. Я дав на почве пьянства, да. И он говорил, что его надо судить Бубинова, ибо он лишил меня, как говорил Суров, работоспособности. Сидеть-то больно. А он говорит, я сижу, сидеть-то не могу я. Вот такая история интересная. Трагическая. Понимаете, он меня лишил работоспособности. Я, говорит, может быть, инвалидом стану. Прям вилкой, говорит, меня воткнул туда. Серебряный. Ну, хорошо, что серебряный, ведь полная дезинфекция, Саша. Конечно, конечно. Полная дезинфекция. Ну, согласитесь, характеризует их, да, вообще. Хорошие такие, интересные ребята. Ну, вот давайте посмотрим, как жил критик Юзеф Юзовский. Жил он в квартире 1932, 1947 по 1964 год. Коммунальные квартиры. Там, кстати, тоже коммуналки были в Лаврушинском периоде. Там такие люди совсем простые писатели. Да, то есть, вот коммуналка, ну, не могла советская власть избавиться от коммуналок. Сосед у него был начальник отдела конфискаций за Москворецкого управления Министерства госбезопасности СССР. Дело в том, что до него жил в этой квартире поэт Уткин. Иосиф Уткин, он погиб на войне. А сестру его арестовали. И вот чтобы занять её комнату, сестру погибшую, вот этот вот, её арестовали, а он туда въехал. Начальник конфискации. Очень интересно он вёл себя. Конечно, он нагнал страху, но Юзовского. Он разгулил по квартире пьяным, в трусах и выленившей майке. С работы он приходил. Ну, расслабиться-то надо. И шуточки соответствующие, казарменные. Приходит молодой Борис Паюровский. Мы его сегодня вспоминали. Тоже интересная личность. Я когда, помню, ходил с детишками своими в театре Образцова, я как-то встречал. Он там очень с Образцовым работал, он там был завлитым. Такая хорошая фигура, своеобразная. Он летописец. У него куча рецензий. Он всё это собрал, издал одной книгой. Таких сейчас и нет. Вообще театровед, я вот, единицы остались. Ну, несколько. Марина Тимошова. Да, а вот такого уровня серьёзный разбор всегда. То есть, понимаете, было нормальным явлением газету открыть. Посмотреть. Что там Паюровский пишет. Так что очень уважаемый человек. Заходит Паюровский, а это как раз борьба с космополитами. И видит этого соседа с перегаром, неприятно, дышит на него. Кому вы? Он говорит, мне нужен Юзеф Ильич Юзовский. И тот, тот самый сотрудник этого отдела конфискации, гражданин, на выход, к этому критику, который сидит там и боится, потому что всего, буквально ждёт, что сейчас его возьмут, придут. Юзеф Ильич Юзефский вышел словно тени из комнаты. И сосед стоит тут, значит, в трусах. Единственное, что он говорит, потому что он не может понять, о чём они говорят. И говорит, прошу не выражаться. Вот это вот интересно, да? В моём доме, помните, прошу не выражаться. Вот такой же примерно разговор. А он какие-то, ну, а, что сказал по-юровски? Дайте мне аудиенцию. Потому что он первый раз к нему пришёл. Он читал его статьи. И этот не понял в трусах соседа, говорит, что это такое за аудиенция. Выражайтесь-то. Да, не выражайтесь. Юзовский... Как помните, у Жукшина. Этот Хемингоин говорит, ну ладно, при бабах-то. Да, да, это очень верно. Юзовский, конечно, тоже испугался, потому что он не знает, может, какой-то провокатор пришёл. Приходит молодой человек, говорит, пожалуйста, «Пожалуйста, я хочу быть вашим учеником». Дверь у него не закрыта. В комнате он позвал Пуеровского зайти, чтобы этот самый слышал, что они не замышляют ничего. Переворот. В советской власти. Чем был вызван страх Юзовского? Дело в том, что в феврале 1953 года в адрес Сталина пришло письмо, подписанное крупнейшими советскими писателями. Они просили дорогого Иосифа Виссарионовича воздействовать на Мосгорисполком в деле переселения из домов в Союз советских писателей людей, не имеющих к ним никакого отношения. Ну, понятно, кого. Понятно. Потому что их поисключали всех, этих космополитов. Кто подписал письмо? Алексей Сурков, Константин Симонов, Александр Твардовский, Леонид Леонов. Очень характерно, правда? Да. И они поняли, что скоро квартиры освободятся. Они все поют на Дальний Восток. Вот эти Юзовские и прочие. И они вот уже пишут письмо. Надо было квартирки ехать. Туда приехать, конечно. Так что, видите, какая была интересная жизнь. Но вскоре Сталин умирает. Юзовский, слава богу, значит. Жив-здоров. Жив-здоров. В 64-м году он уходит через жизнь. Но он был очень популярен. Потому что вот театральная Москва в той эпохе, она жила его рецензии. Это серьёзный был труд и квалифицированный. Это ушла, конечно, профессия. Вот того уровня ушла. Их нету, да. Ещё вот я помню, был Свободен. Свободен замечательный был, да. Лакшин был замечательный. Да, да. Читаешь, конечно, веришь. И идёшь или не идёшь после этого, да. Ждёшь их рецензии, ждёшь. И понимаешь, что интересно. А вот в майке-то человек, который начальник отдела консистрации. Так и жил там он. Так и жил, да. Простой советский человек. Но в этом доме, во Ваврушинском переулке, немало обитало людей. Если были критики антипартийные, значит, были и другие. Партийные. Партийные. Один из них – Владимир Ермилов, возглавлявший литературную газету в 1946-1950-м годах. Симонов как-то назвал его подручным Александра Фадеева. Ну, не знаю уж, подручным. Они пили вместе, наверное. Но был такой термин «Ермиловщина». Ермиловщина, специалист по Гоголю. Да, там Еголин ещё был. Это они тем и занимались. Соцреализмом. Да, и гнобили тех, кто не соответствовал. Лидия Лебединская, жительница этого дома в Лаврушинском, рассказывает потрясающую историю. Однажды Ермилов был настолько пьян, что приполз, я вот в кавычках, домой в Лаврушинске с другим писателем, Павленко. Тоже хороший писатель, тоже хороший исторический. И он один тащил другого на себе. Они сели в лифт, но лифт сломался. И тогда Павленко вышел, оставил Ермилова и вызвал его жену. Но она не в силах была вытащить из кабины мужа и оставила, чтобы он в лифте там проспался. Ермилов проснулся в 4 часа утра в закрытом лифте и подумал, что он находится в клетке. Ну, понятно, в каком был его состоянии после выпитого. Попили они, как лошади, и стал орать на весь дом, что вызвало естественное оживление у всего подъезда. Люди собрались, потому что звериный вой Ермилова не давал заснуть. В общем, сбежались, открыли дверь лифта, убедили его, что он не в клетке, а в родном доме. Среди своих людей. Он чуть не рехнулся. Ну, я вот здесь пишу, ну, какой вывод? Пить надо меньше. Пить надо меньше. Но пить они меньше не могли, потому что совести отмыть они и поиначе были не в состоянии больную. А потом подбадривали себя всё время? Ведь всё время подбадривали. Безусловно. И когда бутылку вторую выпьешь, кажется, такой спелый. Ну, вот Жданов-то, он же пил здорово очень. Пил и пил в результате. И Щербаков, помните, Щербаковское метро. Щербаков, да. Тоже интереснейшая личность. Пил как лошадь тоже. А кто он был-то у нас, Щербаков? Он руководил Союзом писателей. Он был секретарем Союза писателей и руководителем Московской партийной организации. Очень много было должностей. И он очень рано умер, в мае 45-го года. И вот Чуковский пишет жутко. Он так орал, говорит, на меня. И я читаю вот Чуковского в дневнике. Там не так много откровений. В какой ещё стране полуграмотная сволочь может орать на старого писателя? Это он вызвал его к себе, стал на него орать. Можете себе представить? А мы назвали метро Щербаковское. Слава Богу, сейчас уже нету Щербаковского. Памятик ему хотели ещё поставить там. Ну, Войкова пока... Войкова тоже, говорят, жалко. А тоже вот если бы дожил до 58-го года, может, мы бы и о нём сейчас поговорили. Удивительные люди, удивительные, колоритные жили в доме в Лаврушинском берегу. А какие темпераментные, хочу сказать, Саш. Просто темпераментные люди. У Ермилова были натянуты отношения с своим соседом Фёдором Панфёровым. Дважды лауреатом Сталинской премии, автором вот романа «Бруски». «Бруски». В четырёх томах был. Это действительно «Бруски». Им можно топить было печку. Ну, камин, печку, да. Кстати, Зверев Анатолий, когда они жили со вдовой Осеева, то он топил его собранием печку на даче. Хорошо горела, вероятно. Хорошо горела. Хорошая бумага. Бил её, правда, ещё. Я вот сейчас про богем-то её пишу, я поразился. То есть, он её бил, она приходит, старая женщина с фингалом. На его лет на 30 была старше. Она ему годилась в бабушке. В бабушке. Бил, говорит, ревновал очень её. Приходит какой-нибудь корреспондент. То есть, из-за любви его годилась? Да, из-за любви бил её. Ну, что она его жалела, конечно. Такая интересная. Это же сёстры Синяковы. Вот и она Синякова. Их там четверо было. Они в Харькове раздевались и ходили голыми в лесу и пугали людей. Это называется, как это, футуризм, авангардизм. Он же футур-авангардист. Да. Это сёстры Синяковы, которых и Маяковский любил, и Пастернак. Они в салоне Лебрик, красавицы, вероятно. А вот одна из них, Оксана, стала вдовой, женой Асею, потом вдовой. Они жили в доме в Камергерском переулке. А потом полюбила... А потом в эту квартиру стал ходить Анатолий Зверев. Говорит, моя любовь. Ну, это специфическое. Ну, учитывая шизофрению, это диагноз. Так вот, вернёмся к Панфёрову. Всё-таки интересные люди. Есть о чём писать. Ну, что в этом хорошем человеке? Ну, а что писать-то? Нигде не пил, не участвовал, правда? А эти-то? Не плагиатор. Посмотрите, тут целый роман. Недоносчик, невредитель. Это действительно были бруски, вот эти романы Панфёрова. А какие были другие романы? Борьба за мир. Не война и мир. А борьба за мир. Большое искусство. Ну, названия-то какие-то. Хорошие, правда? Волга-матушка-река. Тоже хорошо. У него была жена, гауреатурс в Сталинской премии, Антонина Коптяева, классик соцреализма, и она давала своим виршам подозрительно похожие названия. Вы послушайте. Дружба. Хорошо. Дар земли. И тоже про реку, но другую, на Урале реке. То есть, они вот так вот. Два классика. И смотрите, как всё-таки созвучно. Ну, такой семейный подряд. Обычно по-другому бывает. Муж, например, прозаик, жена-критик. Он роман пишет, она эту самую рецензию. Правильно? Под псевдонимом. А здесь оба писателя. Его был ряд в Сталинской премии. Анатолий Рыбаков, автор «Детей Арбата». Роман его прославил. И, в общем-то, конечно, немножечко он, я думаю, переборщил с предложениями. Переборщил. В Америке он жил, помните? Он там и умер, по-моему, даже. Вот удивительно, у многих судьба вот их в Америку привела. Да, Рыбаков производит впечатление порядочного человека. Ну, и роман хороший. Вот он вспоминает, что Панфюров был личностью, может быть, не очень значительной, но своеобразной, колоритной, деревенский парень, не лишённой способности, малообразованный. Испробовал в своё время перо как селькор, сельский корреспондент в профессиональной газете. Его напечатали раз, два, три. И понеслось. Потом Горький заметил. Давайте выдвигать нашу молодёжь. Все лучшие люди уехали туда, и кого-то выслали, кого-то расстреляли. Писать-то надо кому-то в соцсореализме-то. Вот Бунин, он же не мог в соцсореализме. А Алексей Толстой мог. Легко и спокойно, и как всех чудеснейшим образом переврал Петра и Золотой Ключик. Золотой Ключик. Но я вам хочу сказать, что самое известное его произведение другое. Если в интернете введёт Алексей Толстой, то ищут только один рассказ. В бане. Вы читали это? Нет. То есть, впереди меня удовольствие. Это откровенно порнографический рассказ. Единственное, что идёт спор. То ли Лев Толстой написал, то ли Алексей Константинович Толстой, то ли Алексей Николаевич Толстой. Но мне кажется, всё-таки Алексей Николаевич. Алексей Константинович. Там ничего нет такого, но это поразительно. Именно это почему-то и ищут. Такая антология. Нехождение помогло. Да, этот рассказ давно ходит в списках. Так вот, этот селькор Панфёров стал, представьте себе большим литературным начальником, генералом. Квартира в Лаврушинском, дача на Николиной горе. Он секретарь Союза писателей, депутат Верховного Совета. Это весь набор. Вот если ты хочешь достичь успеха, как писатель, ты должен иметь все эти привилегии. Но всё-таки Саша пьющий человек был. Очень. Вот послушайте, как рассказывает, как принимал его Панфёров, Рыбакова. А он был главным редактором Панфёров в журнале «Октябрь». Вот он говорит. Я прихожу, и он со мной разговаривает. Это большая честь, потому что был целый ритуал. Неудобных не допускали. То есть, чтобы попасть в кабинет, нужно было заручиться доверием Панфёрова. И он с кем попал, никогда не говорил. Строгий человек. Такой фонобилии было много. Рыбаков приходит, и вот он описывает ритуал общения. Если он говорит, садитесь, потом протягивает пачку папирос «Друг». Помните собачка? Собачка. Сколько там? 15 копеек. Собака-друг. Да. Это значит уже хорошо. Это значит, он вас видит. Как-то принял, да? В упор вас видит. Да. Следующий этап. Он достаёт бутылку водки из ящика, наливает полстакана и двигает автору поближе подвига. Блюдечко с печеньем. Но выпей за успех. Значит, ты уже и друг, свой наш человек. Хочу сказать, что ритуал не очень изменился. Приём авторов в журналах, в некоторых особенно. И вот это высший разряд, которого добился... Рыбаков. Рыбаков. Что дальше? Он говорит, Панфёров, принеси большую тарелку сосисок из буфета, хлеб, боржоми, горчицу. И вот вы распиваете уже с ним бутылку на двоих. Значит, всё. Друг. И вот Рыбаков, человек остроумный, говорит, что дальше? Ты входишь в состав редколлегии, ты будешь лауреатом сталинской премии, он поможет тебе с квартирой, дачей в переделке. Всё. И на ближайшем съезде писателей выдвинет твою кандидатуру в члены правления. Случилось всё. И вот он так по высшему разряду принял Рыбакова. Панфёров привычным ударом вышиб пробку из бутылки. Это вот то поколение только умело так. Это же можно руки разбить, но они не разбивали руки. Ну, тренировка-то какая. Пробка вылетала прям, представляете? Ну, там были и пробки такие, что и водка была другая. Всё-таки и сила, а какая ловкость. Он пьёт, а Рыбаков не пьянеет, а Рыбаков уже чувствует, что до кондиции дошёл. Точнее, наоборот. Тот не ест сосисками, не закусывает, а Рыбаков закусывает, и поэтому он нормальный. Вот только разговаривает Панфёров и говорит, закончишь свой роман, сразу начинаю другой. Тему я тебе дам. Помнишь, как Пушкин Гоголь это дал? Слыхал, небось, о мёртвых душах-то? Молодец, знаешь. Я тебя знаю, ты парень хороший, простой шофёр, язык без костей. Только тебе тему дарю, как Пушкин Гоголю. Никому не говорю. Тема такая. Во время войны эвакуировали из Москвы завод в Казахстан. Оборонный завод, прямо в степь. Представляешь, люди в степи выпускают для фронта всё. Ты понял тему? Запомнил? Вот пиши роман, напишешь. Самое главное в художественном произведении – детали. А кто умел писать детали, спрашивает он Рыбакова. Толстой. Правильно, молодец. Вот я тебе, как Гоголь, Толстому сюжет даю. Командировочку выпишем и поедешь. С людьми поговоришь. И вот это вот идёт рассказ. Смотрите, что дальше, Панфёров. Это человек, в честь которого улица, названная в Москве. Видел Рубинса, у Рубинса женщину. Сразу видно, для чего она создана. Детей рожать. Всё при ней. И здесь и там всюду, где полагается, есть для чего ухватиться. Ядрёных баб писал Рубинс. Понимал. А вот какой тонкий человек. Какой? Рубинса любил Панфёров. Искусство? Ну, глубокий человек. Глубокий. Откуда Панфёров вдруг разглядел Рыбакова? Пошла волна на молодых лауреат Сталинской премии. Сталин сказал, где молодёжь у вас? И вот тогда Трифонову дали за роман «Студенты», по-моему. Или канал там, про какой-то канал там, канал строили. В общем, получил, он стал лауреатом Сталинской премии. А Рыбаков за роман «Водители. Духи социализма». Вот так они воспитывали смену уже себе. Вот он решил, так сказать, его прикормить и действительно... Воспитать друга. Воспитать, да, поколение молодое. И говорит, поехали на дачу, на Николину гору. А тогда ещё она не была застроена. Совершенно захолустье такое. Приезжают на дачу они, и Рыбаков видит. Большая дача на фронтоне вырезаны из дерева оршиные буквы. Антоша. В честь жены Антонины Коптяевой. Весь дом в картинах, но не Рубинса, а передвижники. Ну, понятно, да? Рыбаковская галерея. Мебель с красной дерева. На столе бутылка водки. На закуску горячие беляши. Панфёров ел с аппетитом. И вот он ругает этого критика Ермилова, который застрял в лифте-то. Ненавидел он его. И говорит, я ему устрою. Я тут ему придумал псевдоним Ермил Шилов. Боже. Я его и выведу в своём новом романе. А все великие писатели так делали. Вот возьми Пушкин, Онегин. Откуда Онегин? Ленский, река Лена. Понял? Вот так. А река Онега. Запоминай Анатолий. И он говорит ему. Какой разнообразный человек. Разнообразный. Он ему говорит дальше, Панфёров. Знаешь, я вот тут один среди писателей на Николиной горе. Ты должен со мной рядом, по соседству. Поговорите. Я тебе помогу. Значит, я тебе адресок дам. В Калужскую область съездишь. Купишь домик. Там срубы дешёвые. Калужские, они испоконны в веку. Плотники. Пятистенок хорошие привезёшь, поставят тут дачу. А Рыбаков говорит. Да не нужно мне, Фёдор Иванович. Мне нужно роман заканчивать. Пока не закончу, о какой даче может идти речь? И тут у них начинается конфликт. Конфликт какой-то пошёл. Панфёров говорит. Тут министры не могут участок получить. Министры. Из писателя один я. Да ещё Михалков втёрся. Этот куда хочешь просунется. Представляете? Какой-то хорошо, да? Отношения высокие. Уже зависть какая от Михалкова была. Вот так на Николиной горе и у них возникло гнездо, если верить, родовой Панфёр. В общем, ничего не вышло. А обида сохранилась у него. Отказался Рыбаков привозить пятистенок из Калужской области. Панфёров расстроился. Послал Рыбакова, как пишет он, нахрен, и бросил его в пустом поле. На этой Николиной горе. Как вы понимаете, с трудом добрался до Москвы, Анатолий Рыбаков. Потому, что это не нынешнее время, когда там пробки с утра до вечера. Это сейчас туда невозможно доехать. А Панфёров всё-таки потом немножечко помягчил. Ну, остыл чуть-чуть. И сдержал слово, выбил Рыбакову квартиру, дачу Переделкина. И вот ту самую сталинскую премию за роман о водителе. Вот так создавалась советская молодая литература. Согласитесь, необычный взгляд, правда? Очень вот когда какие-то подробности узнаёшь, думаешь, какие гиганты были. Посмотрите, один другого вилкой, да? Другой просто. Этот плагиатор замучил несчастных космополитов, который взял все фамилии соседей, кому звонить сколько. Но это ведь ещё и не всё. То есть, это только начало. Был ещё один персонаж из сталинской кунсткамеры. Такой писатель Николай Вирта. Можно сказать, Вирта. Карельские, вообще-то, его фамилия. Что за фамилия Вирта? Вот эти самые космополиты, которые вредили. Вредили, литература. Расшифровали таким образом. Вреден идеалам революции. Хотя на самом деле верен идеалам революции. Вот так, верен Вирта. А вреден идеалам революции. А ведь могли под статью. Пока Казакевич, близорукий еврей, обивал порог военкомата. Мы рассказали уже о том, что он очень отважно сражался. Пошёл добровольцем. Вирта думал только о том, как удрать подальше от Москвы. Хотя он был военнообязанным, у него не было близорукости. Ну, страшновато всё-таки. Конечно. То есть, он не пошёл защищать советскую власть и товарища Сталина. Но это писал потом. Да. Много яркого. Работал он в Совинформбюро. Оно находилось в Леонтьевском переулке. Оно сводки составляли там. 14 октября 1941 года советское правительство приняло решение эвакуировать большую группу московских писателей в Ташкент. И им всем сказали прийти на Старую площадь. Но Вирте не сказали. И он подумал, боже ты мой. Всё, конец. Меня же призовут в армию. Чуковский вспоминал, что Вирта, не зная, не зная, что, в принципе, и его тоже отправят эвакуацию, уговаривал при мне Афиногенова, такой литературный чиновник, чтобы тот помог удрать ему из Москвы. Афиногенов потом погиб при взрыве. Бомба упала в 1941 году. Драматург был такой. Машеньку написал. Да, пойми, Коля. Это невозможно. Я не могу тебе помочь избежать фронта, удрать из Москвы. Ты военно обязанный. Ты сотрудник Совинформбюро. Ну, что-нибудь сделай. Ну, скажи, что у меня жена беременна. Я её должен сопровождать. На самом деле, жена у неё не беременна, уточняет Чуковский. Что же было дальше? Вот вам, пожалуйста. Такие люди смелые. Очень. 16 октября Чуковский приехал на Казанский вокзал. Ну, мы уже как-то в одной из передач рассказывали, что там творилось столплодотворение Вавилонской. Все хотели уехать. Началась паника. И вещи хотели увезти. Дропануть. И помните, что Лебедев Кумач. Хотел. Он шёл с ума там. Он приехал на машине. Барахло своё привёз. И увидел, что барахло не погрузится. Не поместится. Потому, что там не то, что барахло. Там самому некуда залезть. А жалко. Вещей-то жалко, Саша. Вещей жалко. Да. Он взял эти все свои ордена, портрет Сталина, и сказал, что будь ты проклят. Нужен быстренько его психушку, потому, что иначе, а как? Иначе расстреляют. Другое место его отправят. У Верты не случилось никакого кризиса. Что же он придумал? Чуковский пишет. Надев орден, он, Верта, прошёл к начальнику вокзала и сказал, что сопровождает члены правительства. Показав при этом на Чуковского. Представляете себе, Чуковский не мог понять, почему его везде пропускают. И сажают в вагон. Лишь потом он ему сказал, что, оказывается, Корнеев Иванович был в роли члена правительства. Он какой остроумный человек, находчивый. И, в конце концов, Чуковский пишет, отъехав от Москвы верст на тысячу, то есть они далеко уехали, он навинтил себе, навинтил на воротник ещё одну шпалу. Шпала – это звание тогда обозначалось, что не было бы погон. И произвёл себя в полковнике. В дороге он на станциях выхлопатывал хлеб для таинственного члена правительства, коего он якобы сопровождал. Ох, какие люди остроумные и смелые. Ну, на этой ноте остановимся и вернёмся в студию через несколько минут. Я напомню, Александр Васькин, писатель, историк Москвы, наш гость. Ирина Кленского, микрофон. Оставайтесь с нами. У нас ещё есть несколько историй о доме в Лаврушинском переулке, так называемый писательский дом. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щёлкает, и птичка вылетает. Фотограф щёлкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счёты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течёт, куда не знает. Какие женщины на нас кидают взоры. И улыбаются, и птичка вылетает. И улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельный для всех, кто понимает. Все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова